привет друзья сайт daily с вами и сегодня у нас в гостях политики большого калибра у нас в гостях эмилия адгардовна слабунова и николай игоревич рыбаков добрый день здравствуйте как в целом вы оцениваете результаты выборов для партии яблоко непосредственно в карелии наверное в тех политических условиях которых мы сегодня живем можно и нужно быть довольными результатами выборов потому что прохождение в парламент любого уровня хоть в городской против республиканский сегодня это уже очень серьезная победа на стороне единой россии был огромный административный ресурс десятки миллионов бюджетных средств были использованы для целей избирательной кампании хотя это конечно не положено по закону но мы все прекрасно видели поэтому тягаться в ресурсах у нас возможности естественно нет кроме того ну постоянно ведь замалчивание деятельности и фракции яблоко например в парламенте стремление любыми путями минимизировать информацию про нас это естественно тоже играет свою определенную роль ну и кроме того тут всевозможные ярлыки которые постарались нам приклеить аффилированность с иностранными агентами но в целом же это все равно хорошо что яблоко сохранила голос на уровне сгадать собрания и в петросовете насколько я помню в петросовете не было я думаю многие помнят почему в 2016 году когда был выдвинут большой список во главе с галиной шершиной а те выборы в шестнадцатом году были совсем вскоре после того как галину шершину лишили полномочий мэра поэтому нашли самый простой способ просто снять этот список по совершенно надуманным основанием поэтому пять лет в городском парламенте яблоко к сожалению не было я приехал конечно поздравить и имели гардену лично и всю команду карельского яблока команду слабуновой потому что действительно это лучший результат на выборах 2021 года при этом его ну невозможно говорить о том что в отрыве от всей остальной стороны выбора нельзя рассматривать в карелии потому что действительно это лучший лучший результат и навешивание клейма иностранный агент на яблоко как на часть гражданского общества потому что ведь ярлык иностранный агент может те кто не погружен во всю эту информацию ставится не тем кто является иностранными агентами тем кто не согласен с тем как работает власть и предлагает другую политику и сейчас это более 200 некоммерческих организаций в россии которые занимаются защитой окружающей среды защиты прав женщин помощью больным людям помощью пенсионерам совершенно теми темами которые помощью заключенным борьбой со спидом но при этом они не согласны часто с тем какую политику в этой области проводит государство предлагать альтернативные способы или как бывает в регионах просто попали под раздачу когда для галочки нужно в том или ином регионе чтобы было обязательное организации был свои ноги обязательно ну например известная история с экологической вахты сахалина организации которая получила действительно полученного иностранное финансирование от фонда леонардо дикаприо после его встречи с владимиром путиным они друзья показывают как как они прекрасно встречаются после этого леонардо дикаприо выделяет грант экологической вахты сахалины на защиту рек их выносят естественно этом основании в реестр астана хагинка организация фактически прекращать свою работу федеральной газете на две полосы такой принят закон что на две полосы у нас надпись как на тюк на сигаретах опасно для вашего здоровья также придумали и законе для того чтобы были чтобы сразу знали кто не должен быть избран кто вредит власти вот специально такими буквами две кандидатки в новгородскую областную думу фельдшеры одной из районных больниц были также признаны иностранными агентами только потому что они состояли в неугодном для власти профсоюзе альянс врачей и эти две прекрасные женщины которые вот нарезают круги по бездорожью спасают людей до ни разу не были за границей в своей жизни не имеют загранпаспортов да и вот их имена нужно там из новгородской глубинки им приклеить вот такой ярлык только за то что состоят не в том профсоюзе да реально это люди которые борются в своей новгородской области чтобы не закрывали больницы результат завоеванный яблоком в карелии в реальности он конечно больше был да конечно больше но политика власти она такая какая есть они не хотят серьезной реальной конкуренции они действуют такими методами которыми они действуют вы же уже в принципе привыкли что вы в одних и тех же соревнованиях участвуйте всегда с утяжелением да кто-то бежит скажем налегке или даже его везут на велосипеде с электромотором а вы с утяжелением там с гирей бежите как бы так сказать у вас уже есть такое вот именно выработалось привыкание потому что вы изначально понимаете что условия будут абсолютно нечестными и надо работать именно в том что есть это понимание и реальная оценка тех условий в которых мы ведем свою политическую работу сейчас некоторые пишут вот вы участвуете вообще выборах партии яблоко вы легитимируете таким образом значит вот эти и сами выборы и эту власть и так далее я каждый раз говорю во-первых наша нынешняя власть не нуждается ни в какой легитимации они для этого убрали все пороги явки поэтому там хоть один придет избиратель для них это уже будут легитимные выборы это во первых а во если мы не будем участвовать и на своем примере таким образом показывать как снимают с выборов до как бьют наших кандидатов на избирательных участках то же тогда узнает в какой фарс превратились наши выборы до что они стали уже не выборами про это ж никто и не догадается потому что все будет гладенько все будет ажурненько да и будут все считать что у нас демократия и огромное спасибо я хочу сказать всем избирателям которые проголосовали за меня лично за партию яблоко за наших прекрасных кандидатов и мы с вами сделаем еще очень много хороших и важных дел